Что предпочитает Евгений Дятлов больше – петь или сниматься в кино, какие выступления принесли артисту известность и как он относится к современному шоу-бизнесу, смотрите в полной версии интервью 2 марта на национальном телевидении Чувашии. Блестящий паркет, сотни грациозных пар, кружащихся в вальсе. Около тысячи спортсменов из Чувашии и Приволжского федерального округа показывали мастерство спортивного танца в минувшие выходные в Чубаксарах. В спорткомплексе «Спартак» состоялся турнир по спортивным танцам на паркете. На балу у «Эврики» побывала и наша съемочная группа. С самого утра в спортивном комплексе многолюдно, так что яблоку упасть негде. Возбужденные мамы и папы, бабушки и дедушки, взволнованные мальчики и девочки. Это неудивительно, ведь на эти соревнования традиционно приезжают лучшие танцевальные дуэты из более чем 40 клубов Чувашии и Поволжья. Не напрасно этот турнир получил статус первенства города, открытого первенства города. Даже один из самых крупных спортивных залов нашей республики не может вместить всех желающих увидеть это феерическое зрелище. Для пятилетней Эмилии это дебютное выступление перед строгими судьями и многочисленными зрителями. Маленькая танцовщица сегодня получила свою первую медаль. А Дима и Катя имеют в своей копелке уже шесть наград. Успели засветиться и на других соревнованиях. В Казани, в Чебоксарах. Не помню еще где. Ну, в Казани, в Чебоксарах. В Ульяновске. А? В Ульяновске. Родители радуются за моих успехов. Младшие участники танцевали самбу, ча-ча-ча, медленный вальс, квик-степ. У старших программа была сложнее. Включала в себя еще и танго, румбу, венский вальс, фокстрот, пасадобль. Перед эти эмоции спортсменкам помогает костюм, яркий макияж и всевозможные украшения. Требования, естественно, есть и к прическам, и к костюмам. То есть, допустим, в детском возрасте нельзя девочкам носить сережки. То есть, нельзя на прическу какие-то камушки наклеивать. То есть, в возрасте постаршего уже можно как-то украшать какими-то элементами, какими-то бантиками. К внешнему виду танцоров требования не менее строгие. Мальчикам тоже приходится укладывать волосы, используя муссы, пенки, лаки. На одну детскую голову уходит полфлакона моделирующих средств. Работу танцоров оценивали судьи из разных городов Поволжья. Основные критерии – линия корпуса, ритм, техника, музыкальность. Приезжают известные судьи, которые судят соревнования по всем возрастным категориям, в том числе и в массовом спорте, и в спорте высших достижений. Это для нашего города, конечно, большое событие. В нашем городе танцует очень много танцоров, потому что даже в такой небольшой республике, как наша, есть 13 танцевальных спортивных клубов, которые конкурируют между собой. За один день соревнований многие участники исполняли до 30 танцев, и наши спортсмены в этих соревнованиях показали себя очень хорошо. Призерами стали около 20 пар из Чувашии. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика.